всем добрый день всем привет мы можем обращаться на ты ну по крайней мере ко мне до некоторые старше меня думаю что поэтому принципе думаю обстановку будет такая непринужденная мы будем общаться так уже представила сабина я работаю в компания баксистемс может услышал нет понятно слышали вот отлично мы занимаемся продвижением наших клиентов точнее их брендов в социальных сетях и параллельно мы делаем сайты занимаемся электронной коммерцией так далее как ваше самочувствие на сегодняшний день хорошо не устали потерпеть еще чуть-чуть осталось да а нет вру по моему сейчас сколько четыре дня до вас но и постараюсь конечно очень максимально кратко обо всем этом излагать их а и первый такой вопрос среди вас есть и сама специалисты немножко да то есть имеете отношения а примерно знаете что это такое слышали хотя бы нет правильно и не надо слышали какие-нибудь анекдоты может быть приколы касающиеся самым щеков нет никак ну хорошо наверное самый такой яркий который хотел бы сказать это к примеру так звонит клиент и самым щеку а он говорит извините мне не можете шепотом говорит извините вы не можете перезвонить я работаю я сейчас на уроке алгебры то есть я буду работать после обеда то есть ходе такого мнения в принципе она не можно сказать что в некотором роде она обоснована мнение о том что самым занимается все в том числе школьники поэтому к этому вернемся чуть позже для начала с мм быть или не быть так вот на сегодняшний день ноги задаются этим вопросом то есть этим задавались по сути несколько лет назад самая начинала в 2011 году осенью принципе он скажем так активно более-менее начал зарождаться у нас в начале весны 2011 в конце 2010 возможно где-то вот так вот только только компания начали приходить имеется ввиду компании уже более массовые более расширенные и скажем так местные потому что крупные бренды как таковы международные они уже знали об этом но еще не бред не внедряли на сегодняшний день или находились на стадии внедрения социальные сети непосредственно что такое smm да social media marketing кто скажет что это тем более если вы уже вот вы уже непосредственно соприкасались в этом есть зерно истины скажем тогда это продвижение продукта бренда посредством социальных платформ социальных платформ на самом деле очень еще много есть даже те которые в казахстане в принципе даже не знают но есть они за рубежом и там своя аудитория так вот социальные сети зачем они нужны нам принципе вот эти вот основные дает общение это self-pr то есть именно вот буквально наверно год-полтора это стало очень очень актуально у нас частности это касается молодежи но не только они начали пиарить себя какие незамечательные это и артисты это просто ребята это талантливые ребята в той или иной сфере есть просто люди которые с утра до вечера проводят время в интернете и таким образом нарабатывать себе скажем так аудиторию своего рода интернет славу а теперь зачем нужны клиенту то есть если мы самым специалисты или компания которая представляет такие услуги и вы допустим компания которая хочет приобретать скажем так наши услуги клиенту нужны если в начале буквально несколько лет назад по крайней мере я знаю на себе убедилась на этом я думаю не только я но и другие коллеги вы самым шли все кому то чтобы не лень на всех вроде хотели о интернет это же круто это нужно надо быть первыми но они не знали очень многие факторов то есть зачем идти и так далее просто нужно было на сегодняшний день а уже есть четко формулировка первую очередь это коммуникации то есть это в частности колл своего рода колл-центры то есть компании которые непосредственно работают в основном это операторы сотовой связи это могут быть компании которые те или иные услуги предоставляют интернет и так далее за этом колл-центры к примеру там мебельного салона и то если есть в принципе настолько один такой крупный скажем так относительно имидж и пиар то есть в принципе у них продажи есть коммуникации особо не нужны просто нужно чтобы бренд присутствовал в сети чаще всего на сегодняшний день клиентам как раз таки это нужно это необходимо и продажи многие говорили о том что через интернет то есть smm не продает многие говорят smm продает а я согласна с тем и с тем smm продает но не продает все к сожалению может быть и к счастью потому что если бы было и то и другое то мы наверное не знаю мы наверное были очень очень зависимы и не смогли даже оплачивать свои свои скажем так затраты на тот же самый интернет потому что на самом деле это это очень сильная зависимость поэтому продается конечно же можно продать все но продается не все так вот вот эти все моменты прежде чем компания придет скажем так в агентство либо агентство начнет то есть будет работать начнет работу с клиентом необходимо знать вот эти вот парочку скажем так моментов не то чтобы знать но еще и понимать и первый шаг когда делают которые делают по сути клиенты заказчики они думают о том а нужно ли это нам наверное да нужно а вдруг нас не примут на этом рынке а зачем нам это нужно а зачем тратить столько денег а другие скажут это же вообще очень классно чем тратить бюджет на телевидении хотя конечно бюджет на телевидении не сравнить с тем что в интернете это на бразы но эффект от многих проектов намного выше чем от того же телевидения поэтому очень много вопросов на самом деле но первый шаг если уже сделан идти или не идти то нужно уже дальше реально идти потому что назад уже пути нет многие клиенты не знают чаще приходит мы хотим принести то не знаю что мы хотим то не знаем что поэтому им необходимо если мы исполнители либо в принципе если вы заказчики то вы должны четко знать что мы хотим достичь примеру полгода год чего мы хотим защитить аудитории продажи определенно но необходимо также ставить реальные задачи потому что а многие самым агентство могут сказать да конечно будут у вас там миллионы мы сделаем вам столько-то людей и так далее да в группах или обсуждаем из такая-то такая-то это есть на сегодняшний день этим грешат многие но конечно их меньше и необходимо знать вообще стратегия должна быть все равно долго строить что не так что первый месяц посмотрим все окей и так далее любом случае полгода минимум три года как бы такой максимальный срок для работы и в принципе тогда уже можно оценить что вообще для чего это все нам нужно так вот как я уже говорила ранее на самом деле очень много социальных сетей социальных платформ то есть по сути это не только facebook контакт twitter это вот основные да это также мой мир где в принципе на сегодняшний день тоже ведут и самым щеки но их очень очень малое количество и частности это компании которые в основном российские компании которые хотят прийти на российский рынок и на казахстанский рынок и либо дистрибьюторы то есть наши ведут дистрибьюцию проходите есть буквально последний наверное месяц полгода да может быть где-то восемь месяцев золотая лихорадка это у нас одноклассники потому что аудитория одноклассников растет с каждым днем но вести в одноклассниках как таковой да не все клиенты хотят не все клиенты лишь решаются поэтому необходим тоже глубокий анализ прежде чем идти туда хотя вот многие наши социальные в социальной сети именно сотовый оператор они идут туда они все прям буквально хлынули почему я знаю потому что мы вот билл биллайн социальных сетях и поэтому когда нам заказчик мы хотим вот одноклассники а этого не было проговорено оговорено в договоре и так далее но мы хотим потому что все туда идут и нам говорят нам нужно идти поэтому в принципе мы тоже дойдем то есть мы в любом случае такие моменты тоже есть и но тем не менее мы посмотрели аудиторию на самом деле есть перспектива а он есть другие клиенты для которых абсолютно это не нужно лишняя трата ресурсов времени ну и денег конечно же ваших в чем различие да кто у нас сидит в контакте фейсбуке twitter instagram кто где сидит окей в принципе знакомы да ну так вот первый конечно функционал то есть как мы говорили о том что допустим фейсбуке музыка вконтакте музыка то есть там можно музыка видео все вот это намного лучше намного интегрирование намного удобнее то есть в принципе есть люди которые любят вконтакте если же который любит фейсбук за его простоту минимализм как таковой но ненавидит за обилие рекламы контекстной рекламы которые выходят с правой стороны с левой стороны у некоторых выходит снизу то есть в принципе откуда можно оттуда везде и выходит, если не блокировать эти все рекламные объявления. Функционал — это основное отличие вообще всех социальных платформ. Аудитория — то же самое. Она на самом деле разная, и почему мы выбираем на сегодняшний день больше всего для продаж Facebook? Потому что мы знаем, что там сидит аудитория, которая более плачеспособна. Возрастная категория намного выше, то есть, скажем так, большинство 25 и старше, и они более адекватные. То есть им котятки, цветочки, смайлики или еще что-то, им в принципе не особо это нужно. Им важна информация, лаконичность, то есть, как она подана, и полезность. Потребности. Как я уже говорила до этого, кому-то нравится музыка ВКонтакте, хотя ее тоже сейчас блокируют, удаляют. Фотографии там лучше и так далее. В этом Facebook удобнее, допустим, намного отмечать людей, людей вести вот эти вот, скажем так, расшаривания намного лучше, чем нежели ВКонтакте. То есть сейчас многие группы, многие, скажем так, страницы, они могут ограничивать людей по, скажем так, по вирусности. Поэтому вот эти вот потребности, скажем так, клиента, по сути, да, и потребности нас, то есть то, что мы можем, то, что можем предложить клиенту, вот это все, по сути, ограничивается вот этими площадками. Привлечение аудитории. Наверное, это самое основное, что мы, ну, основная, скажем так, головная боль самым специалистов – это привлечение аудитории. То есть клиент ставит перед нами задачу, наша основная, скажем так, цель – это привлечь аудиторию. Конечно, самое главное – это контент. То, что мы делаем. Контент текстовый, видео, визуальный и так далее. То есть, по сути, то, чем мы дополняем наши социальные сети. Конкурсы. В принципе, всегда это играло, будет, играет и будет играть. Но на сегодняшний день, как идет тенденция такая, что конкурсы необходимы, либо очень простые, потому что интернет-аудитория стала очень ленивой. Очень лениво по сравнению с несколькими годами. И причем, что есть люди, которые участвуют постоянно в одних и тех же конкурсах, точнее, во всех конкурсах. По крайней мере, у нас есть база людей, у всех наших клиентов почти, хотя они не знают, что это мы их ведем, но у нас есть база порядка 60 человек, которые постоянно участвуют в этих конкурсах, участвуют и выигрывают, самое главное. Они друг с другом могут один за другого болеть на это, этот на другой. То есть, они друг с другом дают свои голоса, выигрывают призы, между собой делят, продают, относят магазины. Это было уже не раз, то есть мы все это, в принципе, знаем, у нас есть своя база, и при ведении каких-либо конкурсов мы учитываем моменты. Либо проводить конкурсы интересные, но со сложной механикой. Ну, соответственно, это более затратно, как нужно понимать, что это более затратно, но тем не менее это выделяет, скажем так, ваш бренд из среды, из общей среды, из общей массы вот этих конкурсов, которые проводятся по пять раз в день. Контент, да, о том, что многие задают, где брать контент. Самый, скажем так, проблемный вопрос для многих из нас, это вот где брать контент. По сути, в первую очередь, это клиенты, они должны обеспечивать непосредственно всем материалом, который есть, потому что можно брать все с интернета. На сегодняшний день вообще в целом, да, то, что мы берем с интернета, качаем какие-то картинки интересные, все, это все отходит на второй план. Необходимо создавать, генерить свой контент. Допустим, та же самая, да, там, газета у вас. Нужно фотографировать людей, которые будут в этой газете подавать это. Необходимо фотографировать там процессы и так далее. Все должны быть родные газеты. Можно тоже взять фотографии, готовые с New York Times и там, не знаю, там, и брать это все, и подставлять там в Photoshop, это все возможно, но это не вызывает доверие у людей. На сегодняшний день интернет, да, он, конечно, актуален, почти каждый в нем, но растет, скажем так, процент опасения людей, процент страха людей, процент, скажем так, того, что люди не доверяют, снижается процент доверия. Поэтому даже контент тот, который мы подаем, тоже имеет огромное значение. Можно взять какую-нибудь, не знаю, там, левую панду какую-нибудь, да, поставить, смешной комментарий, там, еще что-то, подпись. Да, это окей, но в любом случае страдает качество. Как подавать? Три основополагающие, скажем так, кита, да, на которых держится, по сути, любой контент. Красиво. Не обязательно, чтобы это был шедевр, не обязательно, чтобы это была Мона Лиза или ее аналог, но чтобы это выглядело так, вот как нравится вам. Часто, вот, допустим, мы, как СММщики, да, мы всегда говорим так, самой нравится? Да, классно, отправляешь клиента, он говорит, что за говно вы мне присылаете? Ну, то есть в письме это также указывается, что это такое, нам не пойдет. Думаешь, ладно, фиг с ним, отправь, еще что-то, делаешь, пытаешься, а потом какую-нибудь фигню такую уже, там, пятый раз утверждение, и ты отправляешь, и ты говоришь, о, классно, мне нравится. Ты понимаешь, ты переступаешь через себя и публикуешь это, но ты понимаешь, что это некачественно. Так вот, клиентов тоже нужно воспитывать, и клиентам нужно воспитывать тежислоагентство, если вы, в принципе, в дальнейшем будете работать, то есть это такая взаимосвязанная работа, поэтому, если что, на будущее имейте в виду, что это необходимо тоже делать. Все, спасибо огромное. В принципе, я всегда на связи, меня всегда можно найти, и если есть вопросы, я буду рада быть. Продолжение следует...